Дорожные истории Дорожные активисты просят помощи возможных свидетелей ДТП, которое произошло несколько дней назад на перекрестке Петропавловской и Комсомольского проспекта. Приора вылетела на красный сигнал светофора и врезалась в ладу 14-й модели. После удара водитель Приоры покинул место ДТП, бросив второго участника происшествия раненого истекать кровью. Парень из 14-28 лет был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Еще одно видео страшного ДТП, появившееся в сети. На пешеходном переходе пострадали двое мужчин. Водитель грузовой газели даже не думал снижать скорость перед зеброй. Этот ужасный эпизод нашей дорожной жизни произошел вечером 1 октября в индустриальном районе. Грузовик мчался в направлении улицы Декабристов и должен был пропустить пешеходов. Оба пострадавших в больнице серьезными травмами. Надеемся, что все обойдется. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водителю газели грозит тюрьма. Ну и еще об одной аварии. Перекресток Ленина-Борчанинова. Без серьезно пострадавших, слава богу. Однако весьма примечательная история. РАВ-4 выкатился на перекресток для поворота налево. Ему навстречу, несмотря на красный свет, вылетела Тойота Прада. От сильного удара у обоих автомобилей выстрелили подушки безопасности. Обратите внимание на пешехода всего в нескольких метрах от аварии. Даже не дернулся. То ли нервы железные, то ли просто не успел испугаться. Но не будем только о грустном и трагичном. Немного о курьезах мы уже показывали в нашей программе. И пасущихся мирных коров на АЗС, и аварии с баранами, и прочую живность. Настала очередь лошадей. Это Висим. Автор фото Светлана Волкова. А еще по улицам Перми недавно мишку выгуливали. Микрорайон молодежный. Суровой столицы Западного Урала. Все мы помним прошлый год и неожиданный снег в середине октября, попросту парализовавший дорожное движение в краевой столице. Так и на этот раз синоптики предрекают нам серьезное ухудшение погоды. Гололед, утренние часы, дождь со снегом. Повод еще раз задуматься над соблюдением некоторых простых правил. Избежать массовых столкновений машин на летней резине, на скользкой дороге можно. Необходимо соблюдать скоростной режим, не только по знакам, но и с учетом дорожных и метеорологических условий, но порой просто отказаться от использования авто на несколько дней. Особенно это касается начинающих водителей. Берегите, пожалуйста, себя, соблюдайте правила дорожного движения. Увидимся уже совсем скоро. Пока.